Пятничным вечером в Измайловском Кремле прошел бал предпринимателей, организованный в честь годовщины сообщества «Нежный бизнес». На празднике присутствовало около 220 бизнесвумен из разных городов Подмосковья, принадлежность к которым можно было различить по цвету платьев гостей. Движение «Нежный бизнес» было создано год назад и объединило успешных и целеустремленных девушек, самых активных из которых наградили билетом на бал. Здесь в праздничной обстановке заводились новые знакомства. Когда ты общаешься с такими же женщинами-предпринимателями, которые куда-то стремятся, есть, во-первых, поддержка, взаимопонимание, где-то полезные связи. Это просто реально помогает развиваться внутренне, как личности. Программа «Бала» была обширной. Гости могли посетить настоящее фэшн-дефиле, сделать прекрасные снимки в фото-зонах, изучить выставку достижений предпринимателей. Для самых активных участниц движения были приготовлены подарки. В программу входили и творческие представления, которые каждый город готовил самостоятельно. Большинство из присутствующих девушек совмещают бизнес и материнство. С нами они поделились, почему решили заниматься предпринимательством. Потому что оно открывает другие грани. Во-первых, это свобода в первую очередь, потому что нет зависимости от каких-то внешних условий. И самое главное, ты можешь развиваться в том направлении, которое тебе нравится. Тебе никто не указывает, что делать, куда расти, на какие курсы идти. Ты все выбираешь сам. И общение ты тоже выбираешь сам. Для меня это самое главное. Свобода, потому что могут выбирать не только меня, но и я могу выбирать. Я могу работать с теми заказчиками, с кем мне удобно, комфортно, с кем мы находим общий язык. И тогда бизнес может действительно процветать, когда у нас есть контакт. Всего за год движение объединило предпринимателей из 32 городов Подмосковья. В «Видное» нежный бизнес пришел в конце августа и активно развивается и сегодня. Самые там проходят регулярные встречи в «Видном». И я вижу так эволюцию, вижу развитие, вижу активность, что больше девушек становится. Они работают вместе с торговой промышленной палатой, с администрацией. Я надеюсь, что сообщество будет только крепче, и «Видное» будет одним из лидеров нежного бизнеса. От «Видного» праздник посетило 13 человек. Девушки были одеты в платье нежно-голубого цвета. Каждая преуспевает в своем деле. Кто-то имеет клининговую компанию или СММ-агентство, а кто-то разрабатывает бизнес-планы. Девушки разные, но им нравится собираться вместе и делиться своим опытом. Мы делимся, мы и клиентами девочки делятся, и коллаборируют между собой. То есть у них постоянно зажигаются какие-то новые проекты. Они вместе копируются и создают что-то интересное и новое. Дальше будет больше. Наталья делится. Прийти на собрание может любой желающий. Возможно, собственного дела у вас еще нет, но есть планы его открыть. Ведь на встречах можно получить множество новых знаний и хорошее настроение. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.